Всем большой-большой привет! Я рада вас приветствовать у себя на канале. И сегодня я решила отснять небольшой влог одного дня. Давно у меня влогов не было, по причине того, что я была занята созданием мастер-класса на моих малышей из УЗУ. И как бы мастер-класс у меня еще даже не создан за это все время, потому что хорошая погода появилась. Выходили на Фазенду. У нас Фазенда не так далеко находится. Тут 5 минут идти. Так как на улице нельзя гулять особо. Вот ходили на Фазенду. Была очень хорошая погода. Но и на данный момент у нас сегодня тоже солнечно, тепло. И была еще я занята одним заказиком. Вы его, кстати, сейчас даже видите у меня на столе. Это у меня альбомчик, но про него это будет совершенно отдельное видео. Да, поступил мне небольшой заказ. И вот я занята была еще этим заказом. Ну и сейчас я хочу вам показать какие-то свои продвижения. У меня есть одна готовая работа. Но она не до конца как бы выполнена, потому что мне она не особо сильно нравится. Все, чего-то в этой работе мне не хватает. Кстати, еще хочу сразу заранее извиниться за маникюр. У меня тут маникюр делала ровно неделю назад. И каким-то образом у меня он до такой степени сильно оброс. Но все было занято то альбомом, то вязанием. И все еще не сделала. Но думаю, что на днях я к нему приступлю. Сделаю. Итак, хватит разговаривать. Давайте начнем. Так, что хочу показать. Что я вот создаю сейчас мастер-класс на моих малышей Зузу. И вот это у меня лисенок, который у меня был в прошлый раз. И вот я еще одного связала, только не пришила ему еще хвост. Вот такие два лисенка. Да, этот у меня получился поменьше, хотя набитые они даже одинаково. Но вязала я этого плотнее. Также вязала полукрестиками. И у меня еще закончились глазки 16 мм. Пришлось делать с 14 мм. Но, в принципе, мне нравится, как получилось. Как у меня говорят мои детки, старший и младший. Как раз тоже старший енотик и младший. Ой, енотик, лисенок, извиняюсь. Но вот и детки говорят, что это говорит Женя, а это Артем у меня. Но они так, их так зовут. И они тоже лесят так же назвали. Хотя у меня серия Зузу. И зовут лесят Зузу. Вот такой у меня еще лисеночек связался за это время. Далее по процессам у меня еще вяжется слоник здесь. Тут маленько я изменила цветовую гамму. Захотелось мне маленько по-другому сделать. Также очень много у меня деталек. Тут у меня и уши, и разные лапки. Не только именно на эту серию, но еще и на маленько другую серию, возможно. И тут у меня еще такая радужная появилась. Но пока я еще не знаю, буду ли я что-либо довязывать. Именно вот по этой радужной. Такие вот у меня процессы. Так. Что у меня еще? Новая игрушка, которая у меня связалась. Знаете, она мне напоминает... Есть такая игра и мультик Кузя. Я даже не знаю, кто это там Кузя. Но по мордочке она мне напоминает этого Кузю. Вот такая вот игрушечка. Это мой мастер-класс. То есть я вязала его сама. Ну, в смысле вязала, то есть по своему мастер-классу. У него еще есть кепочка. Вот такая. Кепочку я еще не пришила. И еще я делала ему такой чубчик. Сначала. Вот так я хотела. Потом сделала кепку с чубчиком. Потом девчонкам писала в нашем вязальном чате. Говорят, лучше оставь его либо без кепки, либо в кепке, но без чубчика. Но чубчик я пока убрала, пока еще не знаю. И связала ему вот такие вот шортики. Шортики это у меня газал Бэби Коттон. Сзади вот такие вот крылышки связаны. Ну, вот такой вот он у меня получился небольшой. И есть у меня еще сейчас в задумках продолжение этой серии. Я хочу еще двоих связать. Но пока я еще точно не уверена, каких именно. Хотя нет, одну я уверена. Это тоже как бы насекомое. И оно... Ну, я решила летнюю такую же связать. Я даже не знаю, кто это, муж говорит, бабочка-жучок. Кто у меня получился, не знаю. Но кого я хочу связать, это уже прям конкретные насекомые. Вот одного я точно буду вязать. Хочу в ближайшее время начать. И второго пока еще думаю. Потому что там будет... Во втором, которым я думаю, там будет черная нитка. А из черной нитки я как бы вязать не хочу. Хотя у меня купленный моток. Но этот моток у меня был куплен на мини-мауса. Как и розовый моток номер 42-й от джинс. Но я передумала. Точнее, у меня женщина хотела сделать заказ. И потом как бы это все не сошлось. И я решила, что я не буду просто так его вязать. И вот лежит мне этот черный моток. И я его хочу пустить тоже на одну игрушечку. Как раз там немного надо. Но пока я думаю, чтобы сделать поменьше деталей черных. Потому что из черного цвета я как бы не сильно вязать хочу. И там петельки так не очень хорошо видно. Но пока еще в раздумьях я. Ну и вот такой вот у меня получился бабочка-жучок. Так скажем. Так. И что у меня еще? Какие процессы? Я еще себе нашла у себя в закромах. Контейнер. Распределила я вот так вот все глазки. Потому что давай искать эти 16 мм. Я их так и не нашла. Пришлось заказывать. Когда заказывала прямо, заказала самые большие глазки. Там были только 14 мм. А эти вот 16 мм. Я их покупала у нас в магазине местном. Но сейчас магазины эти закрыты. И когда я в последний раз тоже ездила за глазками для зайчиков. Их тоже у нас не было. Ну и вот я решила распределить все свои глазки. Подписала. И у меня получается. Самые маленькие 10 мм. И самые большие 14 мм. Ну и есть у меня еще вот здесь. Также. Это чисто черные. На безопасном укреплении. И вот здесь у меня вот такие большие. Вот у меня как раз есть, по-моему. Нет, это не 16. Это даже 20 мм. Вот эти глазки. Но они синие этой. И здесь вот такие вот еще маленькие. Которые по 6 мм и 8 мм, по-моему. Цветные. Здесь носики и укрепления. Вот. Распределила я себе, чтобы было удобно. Так. И последний, наверное, процесс, который я сейчас делаю. Это я решила связать все-таки одежду. Одежду для куколки. Я вам сейчас ее покажу. Она у меня такая, знаете, растрепанная. Я ей делала хвостик. Но потом, пока я сколько раз мерила, то кофточку, то штаны, которые я ей сейчас вяжу. Она у меня вся растрепалась. Такая, знаете, растрепушка. Так. Вот так вот у меня получается. Решила я связать ей кофточку. Пока она у меня вот такая вот, как бы, коротенькая получилась. Кофточка. Кофточку я вязала из пряжи картопо-амигуруни. Так. Вот такой вот оттеночек. Нежный. Такой сиреневый. Мне очень нравится этот оттенок. Красивый. Это оттенок номер... У меня бумажка. Есть color. Ка-705. Решила повязать из своей любимой пряжи. Да, она у меня такая одна из любимых. Ну, скорее всего, она пока на данный момент из нее вязать мне приятнее всего. Даже мне из джинсов так, в принципе, неприятно. Просто у джинсов такая большая цветовая гамма. А картопу не в каждом магазине есть. В местном магазине вообще они даже о ней не знают, что она такая существует. Смотрит, как всегда, обычно спросишь и с очень большими глазами смотрят на тебя. Ну вот, я решила куфточку связать. Сзади она у меня будет вот здесь у меня на пуговках. И решила я связать еще штанишки. Подобрала пряжу, которая по толщине подходит и по цветовой гамме. Это вот такая вот пряжа на кокалику. Так, сейчас я этикетка где-то у меня здесь была. Уже куда-то она делась на пуговечке. Есть, есть. Нашла, нашла. Состоит просто корзиночка как раз. Вот на кокалику. Я покупала два мотка себе на пробу. Это тоже полухлопок. Тут 50% хлопок и 50% премиум акрил. И цвет этой пряжи 11,221. У меня еще есть такая тоже сиреневая оттенка. Вот решила я из нее повязать. Пряжа мне вот эта понравилась. Ниточка такая, конечно, толстенькая. Я вяжу крючком кловер софт-тача 2 мм. Но понимая то, что я в принципе сейчас вяжу столбиками с накидом. Это еще можно как бы вязать. А если просто СБН, то крючок маловатый. То есть надо где-то 2,25 или 2,5. У меня есть двойка. Это бабуковый крючок. И она для меня по сравнению с кловером идет как 2,5 или 2,25. Но я что-то взяла этот по привычке крючок, которым я вяжу. И начала им вязать. Но картопу я вяжу двойка. Мне нравится, как картопу вяжется. Но у картопу еще сама по себе ниточка такая. У нее как бы скрутка такая хорошая идет. А вот у нако-калика она такая свободная. И чаще всего какая-то ниточка начинает отслаиваться. И не особо начинается пропускать эти петельки. И мне вот это не нравится. Но это надо, я думаю, что вязать другим просто крючком. Крючком побольше. Но в планах у меня, конечно, купить крючок и 2,25, и 2,5. И еще хочу я купить крючок 1,75. Потому что, допустим, для пряжи Газал Бэйби Коттон я бы взяла крючок не двоечку, а поменьше. Ну, наверное, все. Так, наверное, вот все я вам рассказала. Какие у меня здесь процессы. Небольшой такой вложик получился. Но думаю, что я начинаю, наверное, уже полноценные влоги буду снимать, стараться. Потому что сейчас я вот уже почти закончила. Ну да, там не маленькое оформление осталось по вот этому альбомчику. И буду я, наверное, продолжать печатать свой мастер-класс в PDF формате. Буду делать, потому что у меня много уже фотографий готово. И вот осталось мне еще довязать лисенка. И, в принципе, у меня готовы все фотографии. И надо будет просто написать описание и уже создать полностью весь мастер-класс. Кстати, хотела напомнить. Да, этот мастер-класс будет платный. И он будет проходить в Инстаграме. Только пока я сейчас еще думаю, на какой страничке у меня будет проходить. Потому что либо создать отдельную страницу для мастер-класса, то есть для вязальщиц. И пусть будет у меня отдельная страница, которая у меня торговая страница. Но пока вот я еще думаю. Или все-таки дальше продолжить именно на торговой страничке этот мастер-класс будет. О выходе мастер-классе я, конечно, тоже здесь также на канале расскажу. Я оставлю ссылку, где будет проходить этот мастер-класс. Мастер-класс будет недорогим. И он будет сразу на три игрушки. То есть будь на енота, на лисенка и на слоненка сразу. Так, на этом, наверное, уже все. Я буду заканчивать. Всем вам спасибо большое за внимание. Всем пока-пока.